Добрый день, с вами Lynn Strange. Сегодня у нас с вами тестирование гель-лака, вернее лака для стемпинга Genolish. Этот цвет называется красное вино. Очень красивые бутылочки. Я здесь приготовила типсы. Он с шиммером. Я вот, если честно, не знаю, как он будет смотреться вот на такого формата гель-лаках, которые тоже шиммерные, или вообще вот этот он полностью в блестках. Мне самое очень интересное. Опять у меня две черные типсы. Сейчас скажу для чего. У меня есть вот такого формата лак для стемпинга Bon Brite. Они чем-то похожи цвета. Я хочу их сравнить. И вот не знаю, какой из них выбрать, если честно. Из этих двух. Возьму пластиночку. Возьму узорчик большой. Ну, хотя, может быть, вот здесь надо какой-то такой делать узор. Очень больше всего будет линий. Сейчас посмотрим. Ну, давайте вот этот вот сделаем. Цвет, конечно. Я даже передать его не могу, этот цвет. Настолько классный. Сейчас посмотрим, как на черном фоне он будет смотреться. Посмотрите. Вот такого результата я вообще не ожидала. Он достаточно темный, но на черном фоне он обалденно смотрится. Просто. Это что-то потрясающее. У меня, наверное, сейчас столько эмоций, но я не ожидала. Хоть бери, пиши продавцу. Давайте вы там побольше будете делать с объема. Я вот бы с удовольствием закупала. Причем у Генолиши огромнейшая коллекция. Я думаю, что у меня сейчас коллекция получается 5 цветов Генолиши. Я думаю, что имеет смысл приобрести остальные цвета. Вот объем у них маленький. Объем, да. Так. Вот у нас здесь отпечатывается. Сейчас на черном фоне. Вот смотрите. Вот этот цвет. Вот этот цвет. Ну вот этот цвет он перекрыл. Да, то есть как бы я с этим спорю. Но я сейчас смотрится на много этот. А вот здесь вот есть, вам, наверное, не очень видно проблески черного цвета. Он не полностью перекрывает черную подложку. Но этот цвет просто. Не знаю, я в восторге. У меня вот из шиммерной коллекции, у меня есть получается один кац. Такой серийноватый. И вот из шиммерной коллекции Бон Брити. Зеленый, ой, вернее, синий и вот этот вот кирпично-красный вот цвет. Но настолько плотного покрытия я, конечно, не ожидала. Сейчас посмотрим, как на белом будет смотреться. Уже хочу маникюр какой-нибудь сделать. Мне кажется, это будет настолько супер. Так, белый берем цвет. Посмотреть. Мне кажется, очень здорово. Я не думала, что он на черном фоне отпечатает так хорошо. У меня было больше сомнений по поводу черного фона. У меня было больше сомнений, что он не отпечатает, скорее всего, рисунок. А он взял и отпечатает. Причем настолько классно. Так, я еще хотела очень сильно посмотреть, как он будет смотреться. Если подложка у нас уже шиммерная. У меня вот есть такой-то котик здесь в цвет. Вот. Боже мой, он еще блеск придает. Как будто весь маникюр у вас сияет. Очень, кстати, красивое сочетание. Так, посмотрим еще, как он будет смотреться на кораллы. И будет он вообще смотреться на кораллы. Давайте волны вот эти возьмем. Они тут очень красивые. Вообще, скоро буду переделывать маникюр. Очень прошла сильно уже ноготь. Но меня очень многие спрашивали по поводу топа Винолиса. Последний там комментарий был. Каким вообще вы топом пользуетесь? Чаще к Коди. А вот пробовала Винолиса. Он мне понравился. Вот сколько я с ним... Смотрите. Видно. Такое прям сияние придает. Тоже классно. Вот сколько я хожу уже с топовым Винолиса, это получается почти две недели уже скоро будет. Сколов нет. А я в жидкости с цитоном почти каждый день. Видео-то выходит у вас на канале не каждый день, а я-то почти каждый день в жидкости с цитоном. И при этом лак для стемпинга, геолак, там мой покрытие, не страдает вообще. Давайте перья сделаем. Хочу сделать на синем фоне, посмотреть, что будет. Вот у меня есть там золотой. Надо на золотом попробовать еще. Давайте на золотом сделаем. У меня как раз как-то и говорила, что классно будет. На красный сделать перья, вернее, золотые перья на красном. А мы сейчас наоборот сделаем. Ух ты. Ну, он видно. Ну, здесь вообще, конечно, как он перекрыл. Мы сейчас на синим попробуем. Еще заметила, как начала заниматься видео. У меня огромный расход салфеток идет. Ну, я закупилась, мне как бы надолго хватит. Но расход просто огромнейший. Тем более мне нравится пользоваться для очистки. Пластинок обычными ватными дисками. Салфетки мне больше нравится. Смотрите. Вообще, не знаю, суперское сочетание. У меня еще есть темно-синий лак. Мне кажется, тоже будет классно смотреться. Не знаю, с генолишем одно удовольствие работать. Я вот говорила, у меня тут эксперимент был. Я вот в этот генолиш добавила светло-сиреневый пин-пай. Так вот, он даже в цвете не поменялся, его стало больше. Он также прекрасно работает. А в цвете не поменялся. Прямо хоть пин-пай закупай. Какие-то вот цвета и разбавляй, которые хорошо пигментированы лаки. Ну что, можно попробовать для разнообразия на зелененьком. Я думаю, на этом все. Здесь и так все понятно, что отличный цвет, отличный лак для стемпинга. Мне кажется, не хватает вот этих вот больших упаковочек. И продавец, который сам со своими посылками следит. Смотрите, как классно. Все, надо делать с ним маникюр, мне кажется. Так, сейчас чуть-чуть здесь приберусь. Куча грязных салфеток. Наши типсочки все. Ну, он отпечатывает, конечно, вообще отлично. Это вот лак для стемпинга, Генолиш. В нем по 6 мл. Это цвет красного вида. Он просто обалденно смотрится на черном. На синем. Смотрите, какое сочетание. На зеленом, светло-зеленом. Интересное сочетание красного. На вот такой вот подложечке. На коралловом цвете тоже. Вроде есть, вроде нет на чем. На золотом, смотрите как. На белом. А вот это у нас для сравнения брала Бонбритти. Честно, Генолиш выигрывает. Я причем знаю, что Бонбритти, он даже на белом такой полупрозрачный печатается. Генолиш в этом случае выиграет намного плотнее. И очень интересно цвет играет. В зависимости от того, какая у вас подложка, у вас будет здесь играть цвет. Цвет очень красивый. Я надеюсь, мой видеообзор для вас был полезен и интересен. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Обязательно комментируйте мои видео. Лак для стемпинга потрясающий. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok